художественного руководителя БДТ Ирина Овцоногова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Ирина Шамбаревича. АПЛОДИСМЕНТЫ Ими вручают заслуженный врач России, однокурсник Андрея Юрьевича по военно-медицинской академии, лауреат премии имени Андрея Толубеева, Пёдр Зубарев. АПЛОДИСМЕНТЫ И заслуженная артистка России, Екатерина Толубеева. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, действительно очень рады совстречаться в такой день в аудитории, которая уже давно стала близкой, родной, чествовать людей, которые, ну, вроде бы ушли от нас, и в то же время являются для нас людьми, без которых мы жить не можем. Глядя вот на этот фильм небольшой, который здесь посвятили Георгия Александровича, сомневая Ириша, я думаю, что Ирина может сделать полуметражный фильм о любом, о артисте, о любом, понимаете ли, о человеке, который рядом с ней. Уж об Андреи Толубеев это абсолютно точно. Она может, наверное, сделать сериал, как у нас сейчас люди. Иришенька, тебя все любят, особенно те, которые учились вместе с Андреем. Мы часто встречаемся, и, конечно же, все в восторге от твоей кипучей деятельности, которая действительно озаряет всех нас, всех театров. Мы знаем, какой вклад ты внесла в реконструкцию театров. Забота о людях, которые рядом с тобой. Я думаю, что это заслуженная премия человека, которого ты любил, и который тебя очень любил. Который, ну, пользовался своим разговором. А не каждого, не друзей каждого. Ириша пускал в кабинет постановую, позволял вагонечки даже принять. Мы такое привилегие пользовались. Спасибо тебе за это, родная. Я думаю, что эта награда, наверное, маленькая только того, чего ты заслуживаешь. Я думаю, что не только профессиональные награды, но и государственные награды тебя ждут в ближайшем будущем. Я тебя поздравляю в душе. Зай Бог тебя. Как и этот ангел, чтобы ангел тебя хранил. На долгие-долгие годы, на радость всех нас. Спасибо. Я вот сегодня ходила и почти весь день репетировала тебя. И у меня так много слов. И таких высоких и больших. Но я потом подумала, а что бы тебе сказал Андрей? Я думаю, он бы так подошел тихо сзади бы, обнял тебя. И сказал, Шимба и Ириша, я люблю тебя. Тебя очень много. И вот это то, что Ирой много, она вместила в себя. Это не рассказ, не повесть, это роман, трилогия. Это не стихотворение, это ода, это поэма. Ира, для нашего театра это все, правда. Это хозяйка, хозяйка дома. Это хранительница нашего дома. Это хранительница всех актеров, защитницы нашей. Ира, ты душа БДТ. И пусть тебя правда этот ангел хранит. Мы тебя знаем, что мы тебя все-все очень любим. И так, БДТ это Шимбаревич, Шимбаревич это БДТ. Решением учредителей и жюри 2015 года премия имени Андрея Толубеева присуждена Ирина Шимбаревича за сохранение традиции Санкт-Петербургского государственного академического Большого драматического театра имени Георгия Александровича Товстанурова. Ну, у меня не было 64 на 72. Добрый вечер, дорогие друзья. Я счастлива быть сегодня в этом зале. Я благодарю за оказанную честь, за присуждение мне премии имени Андрея Толубеева. Я сразу хочу поправить Настеньку Гай, Настюша, дочка нашего замечательного актера Григория Гая. Вы получали премию, это не первая ваша высокая премия, вы получали премию в актерскую независимую имени Владислава Игнатьича Стожильщика. Это во мне говорит театровед и архивная крыса. Я буду точна, но я просто рада и просто так, как я всегда счастлива и просто рада слышать, когда звучит мой любимый театр, Большой драматический театр имени Товстаногова. Я счастлива, когда звучат до сих пор, нас волнуют, радуют, берегут имена великих актеров, всех актеров, которые служили на этой прославленной сцене, которые сделали славу нашего дома на Санкт-Петербурге 65. Поэтому мне очень дорога эта премия. Из моих 38 лет в Большом драматическом театре я уже не помощник, а заместитель художественного руководителя, а общественно-просветительской исследовательской деятельности давно, Владимир Николаевич. Но это не имеет значение, потому что если быть, Владимир Павлович, если быть точной. Но главное, что я, конечно, хотела вам сказать, что я гордая тем, что я ленинградская девочка, что я выросла в этом городе, что у меня так счастлива сложилась судьба, что я пришла в Большой драматический театр студенткой. И вот так случилось, что меня оставила великая моя Дина Борисовна Шварц, мой учитель. Сегодня не могу не сказать, не произнести этого имени. Я счастлива была работать с Георгием Александровичем 11 лет. И из 38 лет, 31 год я работала с Андреем Юрьевичем Толупеевым. И должна сказать, что, конечно, большое видится на расстоянии, но оно видится, когда ты и близко, только если ты хочешь рассмотреть. Это был выдающийся артист, достойный сын своих родителей. Он был представителем великой русской семьи. И сегодня я рада, что возрождается традиция, и когда мы все повернулись и поняли, что семья – это главное. Вот он представитель великой семьи. Почитайте письма. Я благодарна Плужникову за эту книгу «Отец и сын». Почитайте письма папы, письма мачки Гали, мамы, Андрюши. Ничто не вырастает ни из чего. Это все формируется домом, семьей. Я счастлива, что я работала с выдающимися артистами и наблюдала Андрея каждый день. Вот есть люди талантливые. Ему Господь дал актерский дар. Но что самое ценное еще, здесь есть такие же актеры, которых это отличает. У него был дар человеческий. Дар и талант любви, талант дружбы, талант подвижничества, талант сострадания, талант видеть чужую боль. Андрей приходил раньше всех в театр перед спектаклем. Он обходил все кабинеты. Он спрашивал, все ли у нас здоровы в нашем доме. Его интересовало все. Он знал, больны ли наши родители. Он знал, что с нашими детьми. И гримерная номер 11, которая, к сожалению, после реконструкции номер поменяли на трехзначный, не хочу даже выговаривать его. Номер 11 – это гримерная, у которой был Андрей Юрьевич и Геннадий Петрович Богачев. Эта гримерная была местом, куда шли все, весь театр. После спектакля, до спектакля, Петр Николаевич Андрей, конечно же, был врачом до конца. Врачом и в прямом смысле слова тоже. Помимо того, что был талантливым актером, он снимал боль. Он должен был вроде бы беречь энергию перед спектаклем, но я видела, как он присаживал даже у меня в предбаннике на кресло человека и снимал своими руками с сердцем боль. Он был удивительный человек. Для него не существовало никого, такого безразличного человека, независимо от должности. Перед Новым годом он шел, как Дед Мороз. И вот скоро новогоднее. И я знаю, что за новогодний стол я вытащу из своей хельги блюдо с зимней канавкой Андрюшина. Я вытащу розетки, салатницы. Это у каждого из нас. Это Андрюша с любовью дарил, с любовью дарил наволочки, на думки с тем животным, год которого наступает. Это был выдающийся человек, неравнодушный, талантливый, красивый. И он был во всех своих ролях, которые нам отпускает жизнь, прекрасен. Он был замечательным актером, он был замечательным сыном, другом, коллегой, партнером, мужем. Он был потрясающим отцом. Он очень любил свой дом. Вы знаете, мы все театральные люди. Прибегаешь к ночи. Андрюша любил свой дом. Он каждый уголок дома любил. У него фантастическая библиотека. У него поразительная коллекция тарелок, которые я люблю до сих пор, приходя в этот дом. Он его любил. Он любил кухню, он любил вид на Исаакиевскую площадь. Он любил все. Он любил все предметы, которые остались от папы, мамы. Уникальный человек. Главное, я думаю, что это мне аванс. Быть добрый, сострадательный, неравнодушный, непролетающий, останавливающийся, видящий людей. И, конечно, Катюша, никогда в жизни я не дам свой дом в обиду. Я буду за него стоять, я буду за него воевать. И я буду на страже всех, всех моих любимых, которые служат в этом доме. И еще одно слово только скажу, что я счастлива быть в ряду награжденных премий именно сегодня. Именно в 15-м году, 7 декабря. Потому что мы праздновали только что столетие Георгия Александровича Товстоногова. Это счастье моей жизни. Напротив, потрясающая выставка. Театр объявил сезон имени Георгия Александровича Товстоногова и Кирилла Юрьевича Лаврова. Мы праздновали юбилей. Я счастлива, что получила премию «Моя любимая театральная библиотека». Действительно, Георгия Александровича, мои девочки. Лаислава Ивановича Старжевича, мои девочки. Женя Лебедев и Андрюша, который туда любил приходить. Мы все любим приходить туда, потому что это центр духовной жизни. Я счастлива, что Елена Ивановича Гарфункер получила премию. Скажу вам, как театровед, что это сегодня самый главный исследователь творчества Товстоногова. Выдающийся исследователь. Елена Ивановича сделала премьеры Товстоногова книгу. Потом у нас вышел «Двухтомник». Здесь сидит Елена Сергеевна Алексеева. Собирательный портрет, репетиции. И это, конечно, великая книга, Елена Ивановича, на которой мы сейчас с Олегом Ивановичем Басадашвили на празднование стали Товстоногова в Тбилиси. Привезли в Тбилиси и Тифлис потрясен. Они получили такой царский подарок. Я очень рада, что вручал премию Георгия Александровича праздников. Жора, как его называл, Георгий Александрович Товстоногов. Несмотря на то, что Жора не актер, а философ, преподававший нам эстетику, Георгий Александрович был один из последних людей, с которыми общался Георгий Александрович Товстоногов. Я очень рада, что здесь сидит Петр Николаевич Зубарев, потому что Петр Николаевич однокурсник. Он представляет действительно отряд, великий отряд врачей. Они полковники, значит, наш Андрюша тоже полковник. Я очень рада здесь видеть всех вас, мои дорогие, любимые. Я очень вас всех благодарю, я вас люблю. И я знаю, что мы живем, как ни в одном городе не живут театральные люди. Мы живем большой, дружной, замечательной семьей, способной видеть, слышать друг друга и общаться. Я вас люблю, спасибо вам огромное. Для меня это большая честь. Спасибо. И все мои памятники, Андрея Товстоноговича, они станут в нашем сердце навсегда. Спасибо вам. Теперь мы с вами в область интернациональную отправляемся. Но оказывается, и там, без Товстоногова, ничто не может происходить. Наш следующий номинант, номинант гражданин ФРГ, но он в то же время и наш соотечественный. Вот, вкратце биография. Родился в городе Челябинске, в семье немцев Поволжья. Ленинградский государственный институт культуры, 78-й год. Кафедра режиссуры. Пропускаем Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. Кафедра Георгия Александровича Товстоногова. Мастерская Александра Александровича Музеля. Аспирантура. Дальше следует Челябинск. Дальше следует переезд в Германию. Высшая школа музыки и театра Ганомер. Режиссер театра Анфлус Гю Касселя. И доцент актерской школы Рейдута в Берлине. И, наконец, в 2003 год он открывает актерскую школу города Касселя. Собственно, свою актерскую школу. Взглянем на экран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова